Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шинусова. Сегодня в выпуске. Субтитры делал DimaTorzok При личном обыске у него обнаружен обмотанный изолентой свёрток с синтетическим наркотиком. Под завязку товаром была набита и его машина. Полицейские нашли под сидением полиэтиленовый пакет с 7-10 такими же свёртками. На съёмной квартире наркоторговец хранил гашиш и 750 граммов мефедрона. Всего изъято около 700 свёртков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра гашишного масла. На сегодняшний день задержан, водворён изолятор временного содержания. Ему гордит до 15 лет лечения свободы с конфискацией имущества. Около 800 тысяч деньги штрафа заплатит нерадивый водитель из Казалардинской области. 34-летний мужчина 30 раз нарушил скоростной режим. Всё это зафиксировала автоматизированная система «Аркан». Как оказалось, это далеко не единственное нарушение Казалардинца. В момент остановки сотрудниками полиции у мужчины не было при себе документов на машину. К тому же в базе данных отсутствовали сведения, чтобы своевременно сообщить водителю о штрафах. Автомобиль водворён на штрафстоянку. Важно помнить, в населённых пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км в час. За исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками. Но не более 90 км в час. А в жилых зонах и дворовых территориях не более 20 км в час. На 7 лет могут загреметь за решётку двое мошенников из столицы, промышлявших сдачей несуществующих квартир. На уловку аферистов попались несколько человек. Преступниками оказались 23-летние парни. Молодые люди размещали рекламу на сайте объявлений о сдаче квартир по низкой цене. Что, конечно, привлекало клиентов. Главным условием мошенников была предоплата. Однако сразу после получения денег подозреваемые удаляли объявления и меняли номера телефона. С заявлением о мошенничестве в полицию обратились трое жителей столицы. По их словам, неизвестное лицо под предлогом сдачей квартир завладело их деньгами. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество Уголовного кодекса Республик Казахстан». В настоящее время проводится проверка их причастностей к ранее совершенным аналогичным преступлениям. А также устанавливаются другие потерпевшие. Просим граждан не доверять незнакомым лицам. Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья? Никогда не перечисляйте деньги на банковские карточки и на мобильные номера до просмотра жилья и знакомства с его арендодателем. Если цена квартиры или дома значительно ниже, чем другие аналогичные предложения в этом районе, то это повод насторожиться. Проверьте оригинальность фотоквартиры. Узнайте как можно больше деталей об объекте. Просите прислать документы на жилье. Проверяйте полученные данные о владельце и жилье. ИВС Алматы пополнился новым подозреваемым. Местная полиция поймала похитителя велосипедов. 28-летний мужчина уже признался в четырех кражах. Чужие транспортные средства он реализовывал на рынках. Все эти эпизоды попали в объективы городских камер видеонаблюдения. Злоумышленник присматривал велосипеды на улицах, в основном около торговых центров. Он подходил, отстегивал крепления и спокойно уезжал, а после продавал краденое по низкой цене. Примечательно, что фигурант совершал преступление в одной и той же одежде и задержан был в том же костюме. Воровать, конечно, не вагоны разгружать, но зато там хлеб вкуснее, потому что за работом честным трудом. А нажитое обманом никогда не принесет благо. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин